До начала концерта остаются считанные минуты, тем не менее зал все еще пуст. Дело в том, что сегодня все будет несколько по-другому. Камерный формат предполагает то, что до музыки рукой подать зритель будет находиться на сцене в непосредственной близости к артистам. Здесь вы видите лежат акробации, они очень большие, их домой артисты не носят, они репетируют здесь, но они с ними выходят в зал. Белгородская филармония решилась на экспериментальный проект, чтобы сделать музыку еще ближе для слушателей. Неправильное мнение бытует, что камерная музыка и музыка классическая в принципе это что-то такое пыльное, старенькое, неактуальное. Вот, наверное, моя прежде всего задача и цель доказать, что эта музыка не просто близка нашему времени, она о нас, она о нашей жизни. И те чувства, эмоции, которые испытывали люди сто лет назад, двести лет назад, триста лет назад, они сейчас такие же. Девушка с молодым человеком, идите сюда. Прошу вас. Вот я вас хочу попросить присесть вот на эти стулья. На два стулья. Сейчас мы посмотрим, кто все не мог бы. Садись. Да? Ну вот, девушка сразу заняла роль первого пульта концертмейстера группы вторых скрипок. К этой арфе, кроме профессионалов, обычно никто не прикасается. Даже в музыкальных школах такой инструмент – редкость. Тебе пойдем, Гарфа. На сцене с пианисткой Алисой Куприевой в формате «Без барьеров» выступает ее друг Давид Ардуханян. Коллеги по сцене, а в прошлом одноклассники, отлично друг друга чувствуют, что позволяет добавлять в музыку особые акценты. Камерная музыка – это особый вид диалога. А так как мы с Алисой действительно друг друга понимаем и в жизни, то когда Алису за роялем, а у меня скрипка в руках, то наш диалог перерастает в нечто большее, создавая определенную новую атмосферу камерной музыки. Что это, как вы думаете? Это камерная веревка. Мы стоим с вами в большом конусе. Внутри большого конуса. Люстра, умница, конечно. В этот вечер на сцену к своим местам зрители прошли через закулисье. Как это делают артисты? Презентация проекта «Лофт филармония» – эксперимент, который должен показать, актуален ли для нашего слушателя такой формат. Концерт стал финальной точкой, перед которой на экскурсии зрителям показали все и даже больше. Как устроена филармония, как она работает, по каким коридорам ходят артисты, по каким лестницам они спускаются, и что скрывается за теми закрытыми дверями. Судя по тому, что свободных мест в импровизированном зале не было, формат может прижиться. И это был не последний лофт-концерт в этом году. Очень здорово, все понравилось. С полным погружением, это новинка. Побывали в разных уголках, куда в обычный день, наверное, не попадешь. Посадили даже на места музыкантов, и мы почувствовали себя прям частью оркестра. Интересно было посмотреть в кабине директора филармонии, и картины красивые, вот мне там запомнились. Глеб Дудкин, Евгений Кравцовский. Такой день на мире Белогория.